Всем привет! Это канал Зомби Вегас. Мы продолжаем с вами прохождение игры The Falls Dungeon Guardians. Перед нами вход на пятый уровень. Мы прошли уже четыре. Мы убили троих боссов из основной сюжетной линии и убили дракона. На канале вы можете увидеть все предыдущие видео. Там все подписано, все рассказано. Если будут какие-то вопросы, можете спрашивать, там если где-то у вас будут возникать сложности прохождения. Но сейчас мы продвигаемся дальше. Вперед за подключениями. Вперед-вперед. Так, это какая-то комната интересная. Дворец. Что это? Он построен для императора и его придворных. Здесь никто никогда не жил. И, к сожалению, их... Ага. Здесь никто никогда не жил, но не командного заклинания. И в итоге все, кто здесь были, они превратились в неупокоенные души. Неупокоенные. И теперь как бы ничего хорошего нас не ждет. Ну, мы, ребята такие, готовы к приключениям. Так, мы видим рычаги. Секундочку, это очень громко. Так, один рычаг. Хорошо. Почему-то кажется, что скоро у нас будут новые враги появляться. О! Мне не зря кажется. Очень не зря. Я не думаю, что эти парни вызовут какие-то сложности. Хотя... Вы знаете... Начинают они очень даже сильно. Ой. Вот. Начинаю не опасно, но вроде бы исправляемся. Еще немножко тише сделаю, потому что как-то очень громко. Что бы не кричать. Так, хорошо. Ловкость, шанс атаки. Такая себе вещь, если честно. Не, теперь спрятаться. Ну ладно. Щитовики. Это мой особенько кусает, но... Сильные, крепкие бойцы. Ну, не добили. Ну, я смотрю, что... В принципе, у меня уже прокачались персонажи, и... На данный момент уже неплохо дерутся. Надо бить этого. В общем, даже неплохо дерутся. Не радует. Можно. Терзок. Какие-то ачивочки дают стиме. Приятно. Такая мелочь, на самом деле. Эти ачивочки. Но... Как-то оно интересно, когда есть. То есть, ты понимаешь... Скажем, все прошло, смотришь, интересно посмотреть... Сколько людей, игравших в эту игру... Добилось того же, чего и ты. То есть, прошло какие-то уровни, например. Так, давайте посмотрим. Временно повышает ваше здоровье. Интересно. Повышает броню. Рейтинг брони. Провокация еще одна. Ну, я, честно говоря, считаю, что все-таки нужнее вот это. Это очень сильно. Это юзнуть против босса кого-то. Это просто отлично. Давайте только поменяем местами, потому что это... Какой-то такой удар. А, тоже 2 минут. Ну, долго. Сколько здесь? 20 секунд, 20 секунд. Ну, хорошо. Тогда можно, в принципе, вот так оставить. Здесь я, точнее, разбрал, что такое скрытие следов. Здесь я бы сказал, что можно ожог на задний план переместить. Хорошо. Прокачали. Давайте посмотрим, что у Учника. У Учника это интересно. Критический удар в способности инстинктивный выстрел вызывает шанс по количеству убить. И повышает уровень в способности снайперских выстрел. Ну, честно говоря, особенность снайперских выстрел сильная, но... У нас арбалеты, а скорость таки не очень высокая, поэтому пока это не имеет смысла. Это сбивать... Угу. Это сбить кого-то одного таргета на себя. 30% дальше. Ну, хотя мне, честно говоря, не очень импонирует. А, нужно 7 единиц в ветке всей. То есть, в принципе, мы можем не качать все в этом месте. Я бы, честно говоря, взял, наверное, только вот это. Кравотечение. И подкачал еще вот здесь вот способности. Наверное, даже вот так вот сделаем пока. Покачаем поспешность. Как раз получится 7 очков. Это будет вот то, что я выбрал. Как раз идеально. Так, у нас тут уже очередные бои. В этой игре, конечно, боев очень много. На количество боев жаловаться нельзя. Потому что бои это всегда интересно. Когда играешь какую-то РПК-шечку. Когда много соперников, это круто. Потому что можно повоевать. Тем более у нас способностей было мало. Уже немножко больше становится. Как я понимаю, дальше будет только больше и интереснее. И даже сейчас уже есть как бы разыграться где. Хотя, в принципе, пока что у каждого скилла, скажем так, есть какое-то место, где он очень актуален. И можно сказать, что все достаточно интуитивно понятно. Но я думаю, что в будущем еще будут моменты, где будет... О! Завершающий прием. Грубо говоря, можно вот так вот делать, а потом бить этим. Хорошо. Так, ты вот так. Поехали. Пока все проходит гладенько. Даже не смотря на то, что... Давайте залп хоть распустим. В конце концов. Ух ты! Немножко отходим. Немножко прогенерировать ману хп. Делаем сохранение, чтобы уже... Уже... Вносливость и уклонение. Это, кстати, неплохое колечко. Спасибо, Оля. Так, давайте. Давайте сделаем так. 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 Ну, можно. Интересно. Этот же скилл, в принципе, тоже... Провоцирует угрозу. И пока что он работает безупречно. То есть, я пока даже не вижу особого смысла использовать... Он прокачивает этот скилл дополнительный, который появился у нее в доступе. Потому что на самом деле, ну... Угроза она держит постоянно. Уверена причем. Если когда там один враг, то вот этим скиллом. Когда много, то вот этим соответственно. И вообще безупречно все. Да. Выстрелить еще раз за залпом. Ну, залп мне понравился. Классный скилл. Давайте дадим пару хилов и посмотрим, что у нас там можно прокачать еще. Посмотрим вещи. Бдительность и волевыносливость. Ну, честно говоря, не вижу особо, кому это имеет смысл одевать. Да, мне не нравится. Ловкость бонус шанса в атаке. Это в Костфот, это сюда. Ладно, ловкость 4, наверное, интереснее, чем... Ой. Мы теряем процент крита от дамага. Ну, дамага он один вырастает. А крит сколько? Вот, может быть крита. Один на пять, крит не очень сильный. То есть, наверное, чистый урон даже будет лучше. То есть, в данной ситуации вот эта штука будет интереснее. Ой. 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 Ну, вы поняли. Вот это вот будет интереснее. Крит всего полтора. Я думал, честно говоря, сильнее. Обычно, если кричаешь кого-то героя с критами, то желательно, что у него был хорошим индикатор крита. Ну, раз реально так нет, то, конечно, мы будем прокачивать, но будем понимать, что базовый урон тоже очень важен. Все мы помним, что в этой игре, пока мы не найдем карту, то ее у нас не будет. Поэтому на каждом уровне мы начинаем как ежики в тумане. А со временем... Ой. Я, как обычно, неправильно все делаю. Хотя, ну, в принципе... Там просто немножко неудобно используется эта способность, которая... Которая... Которая ногой сбивает. Получается, оно часто изображается, что вроде бы можно использовать и еще он в процессе каста, но... На самом деле, это не так. Бдительная шанс крита. Это, мне кажется, можно посмотреть. Да, я думаю, ему это будет поинтереснее. Так, стоп, что я подобрал только что. Я что наношел? Нет? А, вот они. На коленнике, точнее. Они станут. Это вообще наручи. Что-то я вообще-то застерялся. Ладно. Если наручи, то мне не нужны. Кстати, я так понял. Ага. В общем, расскажу вам такую штуку. Получается, что... Я написал отзыв на стиме про игру. Такой базовый. В будущем буду еще редактировать, если... Не-не, об игре поменяется. Игра мне нравится, интересная. Так что я буду ее проходить полностью. Хотя это, в принципе, явление не очень часто для меня. Я не все игры играю до конца. Многие иногда это очень быстро. Но это, мне кажется, очень даже интересный. И... Там, в ходе моей переписки с разработчиком, выяснилось, что... Я не активировал цепочку квестов, которые называются... Трижер Хант. То есть, охота за сокровищами. Это начинается с первого... С первого уровня. И на каждой карте есть какие-то места, где нужно сделать определенную вещь. Ну, что-то сделать определенное. И в таком случае ты активируешь... Систему, по которой получишь какие-то шмоточки, там... еще какие-то интересные бонусы. Вот. И я это пропустил на первом уровне. Потому что... Это просто записка. Кажется, мне как раз хочется полежать на лавачке. Эээ... Она не говорит о том... Ну, как-то... Ну, не очень очевидно. То, что нужно ее куда-то положить. Судя по всему, это именно так. Так что я думаю, что... В конце этого видео, или когда я найду... Или в следующем выпуске, или когда я найду карту, то я попробую обязательно... Расходить... Вернуться на первый уровень. Там, кстати, дорога займет не очень много. Там... На самом деле, после того, как мы открыли все карты... На прошлом уровне, как вы помните, там мы нашли... Две лестницы, которые... Реально позволяют... Очень быстро и оперативно... Так, давайте. Давай. Может, какие-то странные бандиты. О! Бандиты! Йоу! Бандиты вообще... Потерялись. Растерялись и все такое. Это уже интересно. Так, продолжаем... Набрасывать им урон. Так, нет. Вот этим. Пока что у нас выбор... Способность вносит... И демаж не очень высокий. Вот опять, смотрите. Я использовал... Вроде бы свою временную способность. А при этом она показала, что нет. А, кстати, между тем, почему-то в этот раз... Почему-то... Не успела... Моя... Моя татанчела... Перетанковать все это дело. В плане сбить угрозу. Ну, можно... Честно говоря, немножко расслабляешься. Когда вот... Убиваются все так легко. Чтобы ты начинаешь... Менее серьезно относиться к вопросу. И начинаешь... Ну... Реально... В каких-то моментах... Пропускать лишние удары. Вот например, вот как сейчас. Вот смотрите. Ну... Как же так-то? Ладно. Это дело про юность. На самом деле, очень легкие соперники. Поэтому... Можно без особых... Стараний... Их победить. Ну... Как видите, я умудрился этого бойца потерять. Благо, что здесь... Система... Как вы помните... Дает опыт всем независимо от того... Книжечка... 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 Мне она не нужна. У этой криты. У этого что? Нету книжечки. А, такая же абсолютно. Даже лучше. Понятно. Давайте. Прокращаем еще этого персонажа. Ага. То есть, может прокращать эту способность, чтобы она еще давала... Возвращала маны немножко. О, вот. Мощно. Позволяет... Получается, например, если способность восстанавливать урон овертайм. Как вот этот хилл, например. Да. Или вот это, собственно. Если он немножечко увеличивает там по... Ну, по 5 хп, например. То... Каждый из этих тиков, когда он регенерирует хп, он может быть критическим. И получается, может выхилять не на 10 хп, например, а на 15. Что очень неплохо. А по ходу уровня это будет сила увеличиваться, скилла. За счет того, что... Чем больше базовый показатель будет, тем более будет ощутимый прирост от процента. И мы сможем с вами отлично... Отлично этим пользоваться. Так, у магички вот. Интересно, кстати. Увеличивает урон от огненных склинаний на 2%. Критический урон от морозных атак. Интересно, правда? Пока не дают... Не, ну просто... Просто манит и прокачает вот этот скилл. Конечно, минусом является то, что... Наверное, я прокачаю пока вот это. Да. У меня появляется еще фаерболл. Эта способность, мне кажется, уже второстепенная будет достаточно. А у нас появляется все временем огненный дождь. Да, это получается сильный спелл с очень большим... С очень долгой перезарядкой. Но зато он очень неплохо будет бить врагов. О-ой-ой-ой, отлично. Посмотрите, как у вас это. Ладно, что у вас это пока слабо, но... Как-то не так... Как не это сделали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята, что-то это? Сильные ребята какие-то, оказались крепкие. Самое время использовать скрытую стратегию. Что-то я не подпасываю со сцены. Так, надо не расслабляться. Хорошо, можно еще похерять немножко. Так, знаете, уже умирают. Давай, мне не стрель. На самом деле, интересно же, почему они мне так много сняли жизни. Потому что они были такие расслабенькие все предыдущие. Смотрим, где-то я чего-то не учел. Впрочем, двигаемся дальше. Так, всем разбросал лечение. Так, ой, это они, как раз. А, это... Стоп. Нет, стражники, это не опасный, ребята. Да, нормально успел. Так, уже в этой... Мамая кончилась. Я просто не отрегенил после прошлой драки. Конечно, способности выглядят не слишком эпично, скажем так. Некоторые. Но в целом мне нравится. А, три ловкости и что там еще? Как-то... Бонус шанса атаки 2016 проник. Мне кажется, ему щит поинтереснее все-таки. Так, это что за блокировка интересная? Нету рычагов. Нету. А, вот рычаг. Так. Судя по всему, там что-то... Какой-то квестовый предмет находится. Давайте, бейте их. Так, даем вот это, вот это. Здесь раскидываем это. Здесь просто агрим. Ну, вроде бы и перебивает. А, я понял. Просто очень много маны фида. Это заклинание. Большинство. И это все объясняет. Сейчас нам умрет, наверное? А может и нет. Ой. Это меня радует, монстр, конечно. Ну, не монстры, а соперники. В плане того, что... Раньше они более... Как-то так последовательно били. А сейчас они уже реально могут приедать. Фактически. Призойти себя. И очень даже нехило покосать. Немножко подлечиться. И черт не умирать. Лишний раз. Так, хорошо. Убили этих тоже. Складывается впечатление, что их или очень много. Или они бесконечны. Потому что, на самом деле, очень много по выходил этих. Бойцов против меня. Судя по всему, я ошибаюсь. И они уж кончились. Так, тут ничего не используется. Так. Я все надеюсь, что... Отголоски легенды Гримрока в этой игре будут. И мы найдем что-то такое супер эпичное. Какое-то супер... Ага. Что-то открылось. Ну, судя по звуку, это что-то находится в той стеной, в которой я не могу даже попасть. Поэтому мне она не сильно поможет. А здесь у нас пока, честно говоря, все. Интересно. Ну, давайте еще раз проверим здесь. По-моему, там открылась дорога, если не ошибаюсь. Да. Это она. Вот там. Да. Мы не ошиблись. Эти цепи всюду постоянно избивают с толку. О-о-о. Друзья наши. Можно в этом боевые использовать способности, думаю. Лишним не будет. Так. Здесь накинем вот так вот. На самом деле, эти соперники не очень сильные. Ой. Да, сказал я и забыл поражать. Поражать заклинание на избивание агро. Ну, блин. Да, это лучник очень сильно бьет. Он так может не сильно ощущаться, но на самом деле он делает очень большую часть работы. Кстати, по-моему, там где-то есть статистика какая-то в игре. Хотя я могу путать. Я еще играл в... Еще одну игру подобную на... Легенду Гримрока. Возможно, я буду ее проходить следующей. Там... Как-то The Moon... The Fall of the Moon, если не ошибаюсь. Выглядит очень даже интересно. Она, кстати, больше похожа на Легенду Гримрока, в плане того, что там очень много... ...головоломок. Судя по тому, что я видел. Так, прячемся. Но здесь мне нравится, что очень динамичные бои. То есть их много очень, во-первых. Это прикольно. Во-вторых... Очень много способностей. Так, что я хотел? Я хотел разобраться... А, с луком разобраться, точно. Урон, секунду, 7.3. Чуточку ниже. А, дайди с твовкости. Давайте посмотрим. Ну да, это интересно. Урон будет выше. Секунду. Скорострелять выше. Что дает результат, что больше критов. Больше критов, это больше урона. Плюс, больше атак, соответственно, больше накапливаются очки этих способностей. Можно чаще использовать сильные скиллы. Так, давайте сразу же. Сразу же по накапной. Так, продолжаем, продолжаем. Все, надо уже не расслабляться. А то первые 15 минут игры я очень, очень много ошибался. Если честно. Ну, вы сам видели. Конечно, с такими соперниками игра позволяет ошибаться. Но, конечно, лучше не делать этого. Потому что... Пойдешь на кого-то опасного и сразу все. Сразу станет грустно. Так, хорошо, победили. Мне почему-то кажется, что врагов не будет поблизости, поэтому можно немножко пройтись. Ух ты, доспехи какие-то. Так. Какой-то знак заказочный. Угу. Угу. Ну, по классике проверим стену, конечно. Не исключено, что здесь где-то есть проход, но мы его не видели, при первом пробегании. Но, как обычно В этой игре, мне кажется, мы ошиблись И мы пойдем туда Немножко позже Да, вроде бы все стены были чистые Так, мы выбрались сюда Золотой рыцарь Интересно Давайте оценим, на что он способен Так, начинаем Начинаем Со стрельбы этими стрелами, чтобы Ему жизнь медом не казалась В принципе, можем один фаербол дать, а потом уже бить этими А ты будешь накидывать эти способности Поехали Сразу же даем таргет Сразу же увеличим жизнь Чтобы Куда он пошел Мало ли Вот, вот это мне очень не повезло На самом деле По-моему, он слабенький, но Даже несмотря на то, что Мы дали ему угрозу Максимальную Он почему-то предпочел убить мою Магичку Ну ладно, пробуем еще раз Так, ты так Так, так Хорошо, ты пока просто готовишься Делать способности Просто атакуй пока Отпеваем В увеличем жизни Хорошо, хорошо Бьем, я, бьем Отлично Еще раз Помогаем Ой, опять я это сделал Как-то вообще легко пока заходит У нас, конечно, спалонтированная партия и все такое Но все же На самом деле очень легко заходит Так, вот так вот Как он магичку бьет, я не понимаю Или это Он, наверное, разрезание делает ее всех Хотя нет Только ее бьет Бдительность, умносливость Ну что я скажу Давайте посмотрим, разве что Мне кажется, вещь не очень Можно Ради интереса глянуть Что будет Если одеть И одному парню Может быть Он сильнее будет Немножко Исцелять Может Если воля Это такое Если он будет Исцелять 76 70 Не, не, не Не, не Интересно В таком случае Выкидываем Кстати, обращаю внимание Что у нас растет вес Допустимый То есть мы Теперь можем Очень даже Весело бегать Быстро Без одних мыслей И вообще отлично Тут ничего нельзя Так и маятку Есть в такую комнату Сразу думаешь Что вот Сейчас будет что-то Что-то такое спрятанное Супер классное Так Помазали Так Огненная стрела Нет Не такую Надо Бежать от него Немножко еще Восстановить жизнь Так Все Теперь можно Драться Так Выбираем всех Он уже Давайте сразу же Ты стреляешь Стрелами Ты делаешь Вот это Ты Сразу Так Подходим Сбиваем Сходу Даем Таргет Все Начинаешь Заниматься Грязной работой Я не понимаю Таргет По ней не видно Что он проходит Но почему-то Они все Активно Стараются Ее побить Давай 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 На Давайте Вот так Вот И вот так Вот Потому что Я чувствую Сейчас ей будет Плохо Уже Плохо Хм Здесь Хватит ли нам сил Ее Одолеть Таким Образом Давайте Пробуем Главное Наверное Вот так Вот Делать Основа Основа Моей армии Это Мой Лучник Хотя Если Его Будут Бить По Звести Давай Давай Боец Давай Я верю в тебя Не верну Фух Так Ну что ж В таком случае Можно и попробовать Доигрался Я думал Что Поворот Здесь Оказывается На шаг Сзади Бон Продолжение следует... 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 И что теперь просто Эпические поножи Отлично Эпический Эпический квон И меня что-то очень радует Я так и не понял Это была головоломка Или что это было Оно все очень Ощевидно прошлось Ладно Я не против Почему бы нет Хорошие шмоточки Это всегда приятно Ноги Шанс крита и поспешность Это наверное этому парню Да, это явно этому парню Кстати, можно на самом деле Пытаться что-то видеть вот этому Тени одевают кожаные Тени одевают латы Что за персонажи капризные Книжка вторая мне нужна Кольцо выносливость и уклонение На самом деле Кстати, это кольцо Вот здесь и подойдет Наверное И наверное Сила не так нужна Как уклонение А ну посмотрим 15 А с ним 17,7 Да, это очень даже нехило Это очень хороший бонус Еще если не ошибаюсь Жизнь не дает Да Это однозначно Хорошие кольца Амулет Выносливость и ловкость Бонусы и шансы атаки Я это наверное взял и ей Ловкость даст ей что? Уклонение немножко даст 18,1 уже будет А вот этого что одета Какой-то бы и так все отлично Так, хорошо Это не нужна Будительность и самоусливость Ну, честно говоря Я понимаю, что можно так смотреть Ну, в общем Я считаю, что вещи не сильно нужны Тепые Тепые парни Так, так Так, ой Так, так 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 Ой Вот так вот Ого Что-то ты плохо работаешь, подруга В общем, плохо работаешь По-другому не скажешь Я даже не понимаю, почему так происходит Вроде бы потом она перебивает И спокойно держит удар А вот на начало Трудом Ладно Нам подойдет такой исход В принципе Все, ничего такого страшного не происходит А то она вообще уклоняет Хорошо, я смотрю Хотя у нее, да У нее 18% уклонения Еще сверху есть шанс парировать Шанс заблокировать Очень даже нехило получается Ого Сила воли Выносливость Давайте померяем Потеряем и что? Парирование Потеряем и сколько парирования? 1% Не, парирование куда приятнее Это хлам Ну не хлам Вещь-то неплохая Может у меня лучше Так, это Да, это мне не показалось А, это он пришли туда Где мы проходили С другой стороны Так, давай Сделай вот раз Все, как надо Сразу же ее Ты вот так А ты можешь Что-либо спамить Давай не так Давай вот Сначала вот так А потом Да что ж такое Она такую степень угрозы вызывает По идее Ой-ой-ой Понимаете, что это значит? Это значит, что У нас остались только два бойца Один из которых Не очень компетентный Судя по всему В танковании Блин Я не понимаю Получается, что Должно танковать Наверное, нужно сначала давать Эту способность А потом давать Меч Ну, удар Точнее удар Этим персонажем Потому что иначе А, я понял В чем рулем еще Такая немаловажная У нее 40 жизней Как у этого бойца Ну да, у него вообще 250 по стандартам Конечно, такими жизнями Идти в бой Как-то не очень Все, можно Дорогениться так уже В бою, собственно Так, хорошо Давайте Значит, в таком случае Мы делаем по-другому Мы делаем вот так вот Здесь мы просто пока Даем вот это Все, а вот теперь Даем вот это Теперь можно Ее подстраховать А она просто Начинает Вкастовывать Они все равно Не хотят ее Перестать бить Она все умрет Как? Как так? В общем, не хватает Фокуса Все Получилось Все, потому что Она слишком сильно бьет Так, тут мы Даем вот это добро Причем вот Ему не хватает Ровно, чтобы это Перебить Вот так вот прям А ей хватает Только так Все равно ее достали Старайся, не старайся Все равно ее убивают Ладно, я плохо старался Видимо Как мы помним уже С одного из предыдущих уровней В этой игре Все устроено Немножко не так Как в Гримроке Если в Гримроке Ты в любую такую Яму падал И В конечном итоге Выбирался из нее То в этой игре Ты если попал То ты уже попал капитально Все дело в том Все дело в том, что Все дело в том, что Там внизу считается Как бы Глубокая тюрьма Там темниться Казематы И как бы Некуда падать Поэтому Без вариантов Напал труп Все просто Это тоже Не проблема Для нас Паучок Крайне мере К нам полная Жизница Он нам не грозит Так Это дурочный топор Терун Какой-то Слабенький Для дурочного топора Дает парирование То есть Можно заменить Чит В принципе Можно даже Проводить Террии Кажется Может быть интересно А нет Получается Парирование С в ручьи 14 А нет Стоп Не Все Отлично Блокирование Снижается Шанс Но зато У нас И урон Я так понимаю Повыше Будет Не сильно Повыше Здоровье Больше Я думаю Хорошая Идея Достаточно Хороший Топор По крайней мере Он такой Не для убийцы А для Танка Где Где Сама Паучок 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 Не хочу Это Использовать Просто Стреляй Куда Куда Он Отличается Нет Не Отличается Вообще Не Этично Так Все Бьем Ты Завешь Сразу Угрозу Ты Завешь Хил Ему А ты Настреливаешь Просто Вот Один Достаточно Достаточно или паучка есть больше не будет нам не поясу это подземелье было более-менее линейно то есть я сказал бы что шанса попасть куда-то место которого выбраться тяжело или которая не ведет никогда было не очень много потому что похоже на какую-то дорогу обратно на это я выбрасывал скорее всего а это просто была тайная дорога слепо всем я вот не пойму где только находится понимаешь что мы здесь были ладно в принципе думаю что скоро мы даем автокарту всем помню что такое автокарта в игре это просто бесценно у нас ждут друзья так давай на да и вот это вот это а потом потом полагай ты вот так дай-ка я бы свою девочку я смогла перебить как смогла отлично снова я понял то есть магичка слишком много угроз дает да и умирает из этого получается способность не самая ну не самое лишнее в том случае нужно прокачать во первых еще один скилл на угрозу который не давали выбирать лук минус по жизни бонус шанс атаки а ко мне шанс атаки вообще это все хорошо но не показывает какой шанс попасть а то есть урон секунду учитывая бонус шанс атаки давайте посмотрим я прираст маленький а жизни теряю 45 не интересно танк в принципе работает неплохо правда магичка сильнее по урону получается все у нее может и не урон не только большой но он очень с фокусами то есть очень сильную угрозу создает одновременно можно и пока не трогать понял это игре нельзя никого не трогать по-любому не тронешь одних тронешь других так поехали очень не забить этим с киевом таких ким мёс почему больше не прибывает самите он у нас не будет Вроде бы сильно косает, но вообще, ну, что он не перебивает. Она постоянно под ударом. Причем даже после обычного сгнания. Будем думать сейчас, что делать, потому что это не дело. Не хочу с ними нравиться, хочу посмотреть, что еще есть интересное пока. Давайте начнем. Молодцы. Пока все отлично, не считая того, что снова-таки ее партнер. О, наконец-то. Как-то случилось, гебаза. Нет, не случилось. Нужно успевать выхереть еще ее теперь. С другой стороны, она, конечно, снимает немножко нагрузку в танках. Да, как, честно, теребит. Но все же неприятно. Все, воля по успешности. Вот этому хорошо пойдет. Крайне мне это кажется. Так, нам вроде бы всех убил, кроме одной партии еще скелетов. Точнее, не скелетов, а вот этих солдатов удачи. Вот они. Давай впилим вот этого добра. Причем до фокусов этих ребят. Причем до фокусов этих ребят. Так, мы всех победили, получается. Ничего не пропустили. Ешь. Вот, вот почему нужно проверять всегда. Ничего не пропустили. Потому что... Потому что Маш произвел такое. Автокарта. Понимаете, что было бы, если бы я ее не нашел здесь. Это были бы и страдания. Очень большие. Потому что без автокарты это очень тяжело. Чуйка не подвела меня. Так, здесь давайте все посмотрели. Давайте еще здесь глянем. Да, это не нужная штука. Так, ребята, отлично. Вроде бы прошли очень большую часть уровня. Мне кажется, до босса осталось всего ничего. На этом выпуск хочу закончить. Спасибо большое, кто смотрел. Если вам понравилось видео, прошу вас ставить лайк и подписываться. Будет видео дальше сниматься. Я думаю, игр будет еще много интересных. У меня Steam есть. Есть возможность, желание купить какие-то еще игры интересных. Поэтому, если что, рекомендуйте мне игры, которые можно поиграть. Я с удовольствием обсажу с вами. И можем что-то выбрать, вместе поиграть, пообщаться. И пообсуждать какие-то игры. Все, спасибо большое за внимание. Я оставлю здесь ссылку на следующее видео, которое будет в нашей серии. И все, да, до связи.